всем добрый день у нас 12 часов дня смотрю на вот эту на вот эти вот раскопки что-то не нам задумали сделали островок хотя это не такая прям область супер пешеходная в основном людей движутся к этому кафе и все больше никуда не ходят особо научит они там надумали у нас сегодня экстремальная погода написано предупреждение об экстремальной погоде с учетом влажности ощущается 37 сейчас на 12 часов дня далее 38 мы под кондиционером спасаемся проснулись дома духота срочно включили кондер охлаждаемся ну-ка покажи красиво и свет тебе идет голубой один стич а второй кто девочка дети заказали два варианта яичниц одна сейчас будет у меня точнее две порции яичницы просто простые и одна порция с помидорами я люблю лично с помидорами больше или видео омлета просто яичница что-то вообще не люблю с помидором и вот русской колбасы у меня осталось немного не русская на немецкая что куплено в русском магазине я ее заморозила вот уже достала это уже все окончательные остатки этой колбасы закинула чуть-чуть сюда чуть-чуть сюда такой вот натюрморт у нас получился и будем перекусывать дети будет перекусывать я яичники что-то сегодня вообще не хочу вот такой вот скрэмбл получается а как это называется а это только бока правильно в этот раз это только бока а это мороженое в стакане оно как там держится еще нормально на телике в этот раз у у нас поделки идут знаю потому что разряжается и заряжается разряжается на улице пекло такое что все окна закрыли пришла на кухню достала творог хочу сейчас взвесить его вместе с банкой прямо я не думаю что она много весит 855 хочу сделать ленивые вареники несмотря на то что я довольно часто них наверно упоминала своих видео я их уже не делала мне кажется месяц я уже не делала вот этот ворох у меня что-то стоит стоит никто его не кушает поэтому опущу его в дело и сметана у меня полно так что достала яйца сейчас быстро замешаю достала свои приспособления для измельчения этого творога сейчас солью жидкость это такая история непонятное происходит во первых я не выспалась жутко поэтому даже сниматься мне что-то сегодня не хочется показывать свой такой вид плюс то ли аллергия то ли что-то нос забит и как-то так глаза чешутся не знаю что такое что происходит но что-то явно происходит ладно надо выключать камеру я не могу вывалить этот ворох одной рукой просто не хочет выпадать снялась одна жидкость заказала дрожжи на амазоне вот такие беру две упаковки они там как кирпичик выглядят весят как кирпичик выживание спрессованные опять мусор на камере 2 упаковки входит потом буду пересыпать время от времени вот в эту баночку замечательно дать что мусора не лучше и использовать раз открыла холодильник попробовали вчера вот эту черешню из из костка вот она она крупная она вкусная она прям вкусная такая сочная наверно вкуснее даже чем где мы брали черешню мы брали брали в титере по моему да где мы брали короче вкусе вкусная вкусная черешня с удовольствием вчера навернули пол лоточка это чем не течет это мне течет клубника это старая клубника у меня тут новый лоток вон он внизу а это старая стекает я этот воров не сильно прямо так растираю до супер однородной массы мне хватает чуть-чуть буквально попробовать вот так протереть через крупное сито но у меня огромная вот такие дырки так ничего не видно не сильно огромные дырки и вполне нормальные эти ленивые вареники сегодня у нас даже и и траву не косили и не пылили вот вчера у нас перед домом прямо пылили что строит что-то надумали делать я показывала на дороге прямо пришла к нам это я к тому что не пойму на что у меня аллергия почему мне чешется сегодня все утро глаза нос но со мной периодически такие вещи случаются я никак не могу определить конкретно ну что они происходят с чем они связаны все эти вещи неприятно так опять не могу я не могу готовить одной рукой все отключаюсь опять налепила из сколько у меня было где-то 800 где-то 800 грамм вот столько выходит вареников это большая тарелка тут и на этом подносики вода закипает сейчас буду быстро-быстро все это закидывать и варить и поможет кушать плюс плюс том что варится 34 минуты после всплытия ну 35 можно и можно перекусывать это не основной прием пищи это не ужин на ужин у меня курица с грибами и какой-нибудь гарнир это просто полдник наверно между обедом и ужином назовем так и уже израсходовано пол пакета манки уже надо заказывать новую мою мамку поели смысле кашу манку и вот сюда сыплю чтобы было более воздушное тесто не забитая так что мне смогу по с водой шикарно я не выспавшиеся вчера что засиделась я смотрела кое-какие уроки которые мне нужны на данный момент это досидела сидела и пошла спать помпу второе легла уже сама не помню во сколько я легла но помню что поздно и сегодня я что-то так не первой свежести наверное вот хотела кстати поблагодарить мне столько советов разных надавали и по поводу тараканов я вы выписала себе эффективных как пишут мне средств и что я еще себе выписала а не выписал так зрительно запомнила мороженое из aldi я нашла картинку заполни запомнила ее вот как попаду в aldi пойду покупать что-то еще вот не помню но я у меня файл создан на компьютере я туда периодически какие-то такие вот всякие полезности записываю и потом применяю жизни вспомнила советовали специи вот я же специи искала мне банка банка подошла к концу моих любимых специй вот тоже нашла в интернете запомнила как она зрительно выглядит тоже пойду буду искать так что спасибо большое огромное кто советует кто вообще участвует можно сказать таким образом нашей жизни здесь в америке на данный момент ищу классные лепешки уже как-то спрашивала но видимо здесь настолько классных лепешек нет по типу лаваша что то хочется чтобы имели эти лепешки наиболее просто максимально нейтральный вкус как лаваше мука вода соль все больше ничего и вот это без привкуса без запаха мексиканских там травок вот этих ароматов без всего лишнего без уксуса наверное это невозможно уже несколько вариантов здесь попробовали и все не то если их обжаривать если их там в духовке как-то подержать то немножечко вкус вот этот и запах он притупляется но не на сто процентов ним он уходит поэтому все еще вот в поиске мы любим просто всякие вещи туда заворачивать в эти лепешки обжаривать их или там заворачивать такие рулеты делать как закуски по типам крабовые палки то майонез сметана какой-нибудь такой соус яйца вот так заворачивается нарезается и подается на новый год мы любим такие закуски делать в разных вариантах либо с рыбой либо рыба плюс еще крабовые палочки поэтому нужны нужны такие лепешки которые бы сохраняли вкус начинки они придавали начинки отвратительный привкус мексиканских лепешек или уксуса ну вот такие они получаются со сметаной сахар кому нужен все приятного аппетита вдруг тоже кто тоже кушает у нас между тем потемнело нарисовали нам дождь не хочу верить еще он пока сама не увижу этот дождь не верю уже сколько раз они рисовали 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 а дождя как и не бывало но надежда присутствует так хочется дождя туда у нас кафешка я уже говорила супер популярная и туда ходят разные люди выключила главнокондёр думаю ну сейчас то точно что-то подует такое приятное из окна дождевое охлаждающий нет парит просто открыла окно как будто дверь опять в парилку приоткрыла горячо быстро побежала все окна позакрывала обратно может после дождя как-то схлынет это наша духота пока у нас там конкретно так громыхает во всем пришла на кухню не сказать что я есть хочу после вареников достаточно сытных я я наверное не буду есть хочу детям приготовить у меня есть обжаренная курица с грибами с луком в общем курица такая сейчас выключу и есть лепешки я вот как раз попросила порекомендовать если кто знает хорошие лепешки эти я еще не пробовала но уже что-то я загадя уверена что они не такие какие мне нужны сейчас открою и понюхаю и расскажу как они что они себе представляют в общем я хочу в эти лепешки вот эту начинку из курицы завернуть добавить помидоры мне осталось корейская морковка из шаурмы че еще соус какой-нибудь и быстренько на сковороде так раз 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 поджарить думаю будет вкусно уверена что будет вкусно если если это лепешка вы слышите это такие барабаны прямо на улице если лепешка совсем не испортят дело все мигает гремит пока что ливня нет пока что так какие-то капли а и есть что-то мне все отсвечивает она есть пошел дождь да ура вот это лепешка из костка двин пак тут двойная упаковка огромная конечно ого у нас там гремит сейчас я ее открою и доложу вам как там дела обстоят запахом вот за что я люблю здесь упаковку вот за это за то что тут в большинстве случаев не требуется никакие ножницы вот все намечено рвите здесь значит потом zip пакетик потом уже будет закрыть то есть оторвал закрыл вот все так классно и тут продумано мне так так все нравится я еще не добралась это включила показатель как мне нравится эта упаковка открыла в общем пахнет каким-то маслом вот как подсолнечное какое-то масло а уксус может он и присутствует но не бьет в нос как вот я волмарте брала самые разнообразные тратили вот открываешь и только пакеты там соответственно концентрация воздуха прям уксусная но это ничего так числе и достану ой я уже порвала нельзя ничего делать одной рукой не вообще не воняет извините что так выражалась некрасиво но тем не менее вот разорвала так блин будет будет мой блин до себя порвала она влажная какая-то не сухая сейчас попробуем вот порезала помидор мне морковка курица это соус и все таки чуть лепешку промазала чем понакидала потом даром и по идее все это мне кажется там мало начинки может надо это мало не пойдет ладно это попробуй то мне кажется так все половали а сыр точно как руки всем привет с вами валя из-под стула да потому что я забыл что ты тут сидишь и я хотела в морозилку пойти это снять сыр как я беру сыр ты тут сидишь у нас же гром гремит вот там и поэтому валя пришла ко мне здесь безопасно здесь лук здесь картошка под стулом греет план это даешь то где мой сыр это сырье уже открыла вот этот сыр брала да не знаю пойди посмотри сыром еще посыплю 0 выбирайся из дома обжариваем там-там пока что три штучки это паша не заценил мясо боится сейчас попробует у других скажет хочет он такое или не хочет тортилья готова вон расплавилась все здесь будет вкусно дождь поливает во все шарлоте мыши звонил из шарлота убеждайся не было но сейчас добрался звонит и говорит чё делать ехать домой не ехать небо чернючая вообще вкуснятина такая получилась самое интересное что-то мясо которое ну вот варя допустим курицу вот это не ела потушеная там тушеная курица грибы там все такое вот она не ела здесь слопала короче всю лепешку и вообще рада что у нас тут какой-то ажиотаж уже две машины я уже сбилась и счету куча это 5 уже не знаю надеюсь все хорошо они обычно вызывают прям точнее приезжает по целой куче просто надеюсь это просто перестраховка все хорошо там что была такая гроза такой гром здесь там ничего не сгорело ни у кого у нас просто еще такие новости сегодня выскочили у меня в фейсбуке уведомления что в шарлоте сегодня утром было якобы перестрелка на двух разных улицах не знаю района это разные или нет но вроде как без каких-то там печальных исходов просто люди ранены периодически выскакивают такие подобные уведомления то там то сям и поэтому эти машины поехали сразу такое волнение что там потому что здесь у нас если сюда заворачивает пожарки то значит наверно вот тут где-то возле нас в этих комплексов поэтому не спокойно вечер ночь мало ли что дела да да да